Здравствуйте! Программа «Неделя города» на ваших экранах. С вами я, Марина Романюк. Смотрите выпуски. Без сюрпризов подведены итоги выборов президента Российской Федерации. Квартиры, машины и другие подарки. На днях определили победителей викторина «Семья России». Десять лет как снова вместе. В Рязани отпраздновали юбилей воссоединения Крыма с Россией. Итоги трехдневного марафона выборов президента Российской Федерации подведены и определен победитель. Им стал Владимир Путин. Кроме Владимира Путина в президентской гонке участвовали три кандидата. Выборы президента России 2024 года стали рекордными для Рязанской области по многим показателям. Как отметил председатель регионального избиркома Дмитрий Боков, в этом году на избирательных участках было рекордное количество КАИБов. А также с максимального числа УИКов велась онлайн-видеотрансляция. По его словам, явка тоже побила все рекорды. В 2018 году явка была 65%. В этом году почти достигла 80%. Явка 75-77, да. Мы пишем всегда у нас, что предварительные результаты. После обработки 100% протоколов итоги по стране такие. Путин 87,28%. Харитонов 4,31%. Дованков 3,85%. Слуцкий 3,2%. Секретарь Рязанского избиркома привел проценты по итогам выборов в нашем регионе. Если мы берем по кандидатам. Дованков. Он получил, как я сказал, 24,922 голоса, что составляет 3,76. Владимир Путин получил 5,8170 голосов, что составляет 87,93. Слуцкий набрал 17,551 голоса, что составляет 2,65. Меньше 3% голосов. Поэтому на следующих выборах, если партии будут визгать кандидаты, значит, по эфирным временем у них проблемы вводят. И Харитонов Николай Михайлович набрал 28,376 голосов, что составляет 4,29. Активно работали и избирательные комиссии всех уровней. Они включились в процесс задолго до выборов. С момента старта проекта Inform Week, в рамках которого проходил подобный обход избирателей, охватить удалось порядка 99% адресов. Как итог, выборы признаны легитимными всеми участниками избирательного процесса. В начале недели, сразу после выборов президента, в Рязанском лесопарке прошел торжественный концерт «Крымская весна». 18 марта исполнилось 10 лет воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Вместе с жителями Рязанской области в нем принял участие губернатор Павел Молков. Концерт прошел под лозунгом «Россия, Крым, Севастополь. 10 лет в родной гавани». Прозвучали патриотические выступления, песни и стихи о любви и преданности Родине, героизме и единении народа. В мероприятии приняли участие ветеран специальной военной операции, заместитель начальника кафедры физической и горной подготовки РВВ ДКУ имени генерала Маргелова Роман Иголкин, представители Рязанского комитета семей воинов Отечества, филиалы фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», ветераны, национальные и молодежные объединения, профессиональные и творческие союзы, трудовые коллективы, политические партии, областные и городские органы самоуправления, курсанты и студенты рязанских вузов. «Крым теперь навсегда с Россией, мы одна большая семья, единый сплоченный народ, вот все вместе мы действительно сила. Наши деды, прадеды проливали свою кровь, когда боролись с фашизмом, и сегодня вот эта борьба продолжается. У нас не победить, держим курс на развитие страны, держим курс на сохранение нашей идентичности, нашего суверенитета. Я уверен, что у нас абсолютно все получится, планы очень большие». Также глава региона подчеркнул, что результаты состоявшихся выборов президента Российской Федерации – яркое подтверждение сплоченности и единства жителей России. В рамках празднования десятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией во всех селах прошли уроки мужества. Встречи с участниками специальной военной операции, автопробеги, викторины вручались паспорта школьникам Рязанской области. Кроме того, на этой неделе подвели итоги викторины «Семья России», в которой участвовало больше сотни тысяч рязанцев. Организатор – торгово-промышленная палата Рязанской области. Помимо розыгрыша призов, проект нацелен собрать мнение рязанцев о мерах поддержки семей в регионе. Не случайно она проводится в год семьи, инициированной президентом страны. Так что викторина стала самым обсуждаемым событием в регионе. Александр выгодил квартиру в готовом доме. Зеленый 29, это 14 этаж. Квартира полностью с готовым ремонтом. Везде обои, везде ламинат, то есть санузел готов. Везде плитка, установлена вся сантехника. Ключи сразу после регистрации. Отлично. Я учу. Александр – таксист, у него двое детей. До этого, говорит, покупал только лотерейные билеты. Да и там особо не везло. А вот перед выборами детям в школе рассказали о викторине. Попросили, чтобы родители зарегистрировались. И, говорит, решил попробовать. Вечером пришло смс. Ну, просто подарок написан был, смс. Ну, как бы, даже не думал. Ничего, как бы, на свяжение позвонили. А вы знаете, что вы выиграли квартиру? Я говорю, да не может быть. Вы, говорит, зайдите, говорит, на сайт. Ну, они, говорит, не, правда, говорит, выиграли. Я зашел потом после звонка в личный кабинет. И, правда, там было написано «Квартира в городе Рязани». На предложение купить еще один лотерейный билет, может, на волне удачи получится еще что-то выиграть, Александр ответил просто «Нет». Такое бывает только раз в жизни. Мы продолжаем, друзья. И на кону сейчас самый главный приз сегодняшнего дня. А это квартира в Рязани. В новостройке уже полностью вся с отделкой. И хоть сейчас заходи, как говорится, и живи в ней. Поэтому сейчас, я даже сам волнуюсь, друзья, мы с вами станем свидетелями еще одного чуда. Не побоюсь этого слова. Победителем стала Элеонора Макарова. Девушка говорит, что участвовать в викторине ее побудила подруга. А вот муж участвовать не согласился. Подумал, что неправда все это. Собственно, после первого розыгрыша не поверила и сама Элеонора. Мне позвонили. Я не поверила. Я решила, что это либо розыгрыш, либо мошенники. Говорю, нет, мне ничего неудобно, я никуда не поеду, ничего не знаю. Они говорят, ну вы подумайте, мы где-то через полчаса вам перезвоним. Я захожу на страницу, где регистрировалась, где был мой QR-код, и там написано, что действительно вы выиграли квартиру. Мне пришло смс, что я выиграла квартиру. Мы такие в шоке, что делать надо. Надо звонить, соглашаться. До этого Элеонора в лотерею почти не играла. Так, говорит, изредка покупала билеты. А пару раз выигрывала по репостам. Теперь вот сорвала крупный выигрыш. Элеонора от лица строительной компании. Поздравляю вас с выигрышем. Спасибо. Ирина тоже одна из первых победителей. Говорит, до этого вообще нигде не играла. Свой QR-код зарегистрировала в первый же день выборов. И в тот же день узнала о выигрыше. Очень неожиданно, даже и не думала. Честно, если что, какие-то вообще подарки можно так выиграть. Легко и просто. Всего лишь пройти, проголосовать. Проект «Семья России» не просто викторина. Перед регистрацией рязанцы ответили на четыре простых вопроса, которые станут основой для улучшения мер поддержки семей в регионе. Мне кажется, очень интересный и правильный опыт. И с одной стороны, мы действительно получили огромное количество важной информации, которая вот в рамках года семьи будет учитываться при формировании социальной политики. А с другой стороны, мне кажется, это и жителям принесло много радости. Я вот не раз слышал даже в коридорах где-то на встречах обсуждение, кто у кого чего выиграл. И в целом создавал такую атмосферу праздника. Ну и хочу сказать, что, по крайней мере, вот те победители, про которых я знаю, все такие очень достойные, интересные люди. Десять автомобилей, шесть квартир и больше 150 тысяч других подарков. Все это выиграли жители Рязани, Сасова, Александра Невского, Касимовского, Пронского, Шиловского, Рязанского и Ряжского районов. На этой неделе свой профессиональный праздник отмечали социальные работники. Инициатива его проведения датирует 1983 годом. С тех пор Всемирный день социальной работы. Отмечают более чем в 140 странах мира. В нашем регионе тоже есть представители этой важной и нужной профессии. Милосердие, чуткость и эмпатия – качества, необходимые для социального работника. Выбравшие эту профессию помогают людям, которых принято называть незащищенными слоями населения – пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Соцработник в первую очередь оказывает помощь. Помощь – это оказание услуг. Соцработник может принести продукты питания, сходить в аптеку, побеседовать на какие-то определенные темы, те, которые интересны нашим подопечным. Контроль осуществляем. Наш отдел полностью контролирует всех социальных работников. Это выходы, это телефонные звонки, это проверки своеобразные. То есть, либо мы ходим к комиссиону, кого-то проверяем, либо просто позвонили, спросили, как дела, все ли в порядке. Соцработник не только помогает физически, но и оказывает первую психологическую помощь своим подопечным. Потому особенное внимание в их профессиональной переподготовке. А проходят курсы повышения квалификации они обязательно и регулярно. Очень много психологических знаний, которые на практике применять приходится постоянно. Лариса Сергеевна в профессии уже не первый год. Подопечных у нее девять. И по ее словам, каждому нужен свой особый подход. Я уже пять лет как социальный работник. Осталась без работы. Пошла, оформилась на биржу труда. И там предложили подработку. И я решила это принять. Попробовала. Три месяца я поработала как общественные работы. А потом решила остаться. Поняла, что могу людям принести радость, добро, тепло. Сотрудники этой сферы рассказывают, для них это скорее призвание, чем работа. Для своих подопечных зачастую соцработник и друг, и защитник, и опора. Я на улицу почти всю зиму не выходила. И вот для нас это главное общение. И мне приносят сейчас книги из библиотеки имени Синина. За это большое спасибо. Потому что у нас, какие у нас развлечения. Вот читаем, кроссворд отгадываем. Лариса Сергеевна, большое спасибо за все. Человек, она безотказный, тоже попросишь все, что надо, все сделает. Сегодня такие специалисты одни из самых востребованных в нашей стране. Всемирный день социального работника – это профессиональный праздник для более чем 600 тысяч человек, для которых помощь людям стала неотъемлемой частью их жизни. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Еще об одном профессиональном празднике. В марте исполнилось 87 лет со дня образования подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В региональном ОМВД России по Рязанской области состоялось торжественное собрание, посвященное годовщине образования службы по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции в системе МВД. Больше сотни экономических преступлений, половина из которых – коррупционной направленности. Такие итоги работы подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД за прошлый год. Только за первые полгода 23-го выявлено почти 60 лиц, которые совершили преступления в сфере экономики по тяжким и особо тяжким составам. Все эти годы сотрудники службы выполняют ответственные задачи по предупреждению пресечения коррупционных и экономических преступлений. Ведут непримиримую борьбу с финансовым терроризмом и одуванием криминальных доходов. Пресекают распространение контрафакта и выявляют преступления в топливном на энергетическом комплексе. Следят за соблюдением законности в ходе реализации национальных проектов. История подразделений по борьбе с экономическими преступлениями начинается с середины 30-х годов. Приказом НКВД СССР от 16 марта 1937 года в составе главного управления милиции был образован отдел борьбы с хищениями социалистической собственности и спекуляцией. Кратко, ОБХСС. В военные годы подразделения это ориентировали еще и на борьбу с мародерством, незаконной скупкой и перепродажей золота, а также фальшивомонетчиками. В 90-м название переименовали в БЭП. Современное название закрепилось в 2011-м, когда указом президента России ведомство стало главным управлением экономической безопасности и противодействием коррупции МВД России. Уверен, что сотрудники наших подразделений, оставаясь верным и славным традициям старших поколений, будут и в дальнейшем успешно решать возложенные задачи по обеспечению экономической безопасности в России. Глубокое почтение и уважение заслуживших ветеранов, которые бережно сохраняют добрые традиции и передают свой бесценный опыт молодому поколению. Полковник полиции Дмитрий Григорьев пожелал сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в службе на благо России. Отличившимся в служебной деятельности сотрудникам и ветеранам вручили ведомственные награды. Спонсор программы «Неделя города» выставка продажи икра и рыбы Камчатская. Морепродукты с Дальнего Востока можно купить прямо в Рязани. А теперь о проблемах. Многоэтажка в одном из районов Рязани осталась без газа на три дня. Причина точно не выяснена, однако есть подозрения. Один из жителей мог неправильно установить газовое оборудование, ту же колонку. К чему может привести такое самоуправство, выясняла наша съемочная группа. Я пришла к своей маме, она у меня лежачая. Мне надо ей приготовить покушать. Как я могу приготовить, если я включала, газа не было. Сейчас я могу включить. Вот, пожалуйста, газ есть. Но это надо было ждать три дня. Три дня, начиная с субботы, говорит Елена Абрамова. Сама она тут не живет, приезжает навестить маму. И в субботу женщину ждал неприятный сюрприз – отключили газ. Оказалось, отключили его во всем доме номер 2, корпус 1 по улице Интернациональная. А причина такого довольно тривиальная. Какой-то делец, мы не знаем, какая квартира, нам так и не сказали. Самовольно устанавливал колонку и перепутал шланги, поставил водяной на газ. В итоге у нас в газовую трубу попала вода, упало давление, и мы остались без газа. Газовщики тоже считают это одной из версий – самовольная установка газового оборудования одним из жильцов. Как результат, в газораспределительную систему попала вода. И привело это не просто к отключению газа во всем доме. Последствия для некоторых жильцов оказались куда хуже. У соседки снизу там вообще проблема, потому что когда кто-то пустил вот эту воду по газовой трубе, она открыла комфорку, и в итоге у нее вместо газа из комфорки потекла вода со всех комфорок, потекла колонка. В итоге ламинат испорчен, мебель, которая стоит, испорчена. Специалисты ОА «Рязань-Гургаз» газоснабжение восстановили за три дня. Притом в первые сутки в шести из восьми подъездов. 18 марта работы были завершены. В «Рязань-Гургазе» напомнили, что самовольное вмешательство в газораспределительную систему может грозить административной ответственностью. Иногда даже вплоть до уголовной. Так что если версия жильцов подтвердится, то виновнику предстоит оплатить стоимость восстановительных работ, а также его привлекут к административной ответственности, и его ждет наказание в виде штрафа. С приходом весны участились звонки в нашу редакцию от людей с жалобами на протекающие крыши. Люди жалуются на бездействие управляющих компаний. Те утверждают, что делают все, что в их силах. Частенько подобные споры приводят в суд. Об одной из таких ситуаций расскажем далее. Вот здесь все текло. Здесь вот все текло. Здесь все вот с потолка вот. Весь все поднялось. Текло и по проводке, и по двери. В общем, залило, говорит Александр Грачев. Хорошо. Естественно, в кавычках. Живет мужчина на последнем девятом этаже. И по логике должна течь с крыши холодная вода. А нет, вспоминает Александр. Текло в октябре прошлого года, и вода тогда была горячая. А шпар шел. А управляющая компания на ситуацию, говорит, не отреагировала. Смотрели, тут ничего такого нету. И все. Ничего не пообещали. Своим силами делайте ремонт. В акте залития сказано, что причиной залива явился внезапный порыв трубы горячего водоснабжения на чердаке дома. Управляющие компании, кстати, наоборот. Говорят, что на вызов отреагировали. В день залития приняли временную меру, поставили хомут. На следующий рабочий день заменили часть трубы. А в этом году произошел новый инцидент. Вновь залили. В этот раз действительно протекла крыша. Управляющая компания не реагирует на его просьбы устранить данную проблему. Всю ответственность управляющая компания перемещает и передает капитальному ремонту. Хотя мы понимаем, что ответственность за крышу и за залитие именно перед собственниками жилья всю несет управляющая компания. В связи с чем мы обратились с иском в суд о залитии и сейчас рассматриваем его в суде. В управляющей же компании говорят, что наоборот на проблему реагируют. И в ситуации с крышей тоже. Дескать, часть крыши отлили. На микрочердаке лотки поставили. Теперь вода течет сразу в ливневую канализацию и добавляют, что мера временная. Ремонт кровли запланирован на середину весны и начало лета. Однако до ремонта еще далеко. Адвокаты говорят, что мужчина в данной ситуации поступил правильно. Как минимум потребовал акты о залитии. В данном случае необходимо требовать с управляющей компанией акт о залитии. Если акт о залитии управляющая компания не хочет предоставлять, то необходимо обратиться с жалобой в жилищную инспекцию. Либо вы сразу можете обратиться к юристам и экспертам, которые помогут вам оформить и составить экспертное заключение, в котором будет определена самая главная причина, а также площадь залития. Ситуация складывается интересно. В управляющей компании нашей съемочной группе сказали, что на самом деле пенсионеру они компенсацию предложили. Только вот сумма его не устроила. Мужчины считают, что залитие произошло на куда большую сумму. Стороны рассудит судебно-товароведческая экспертиза, которая пройдет 15 апреля и определит сумму ущерба. Завершается первая неделя Великого Поста. В этом году он продлится с 18 марта по 4 мая и закончится Пасхой, которая выпала на 5 мая. Для православных христиан эта неделя особая. О том, какие продукты можно включить в меню, от чего стоит отказаться, а также какие ограничения есть помимо питания, расскажем далее. В Великому Посту в христианстве традиционно предшествует Прощенное Воскресенье. В последний день Месопустной недели, известной в народе как Масленица, верующие просят друг у друга прощения и готовятся к последующему испытанию духа и тела. Мы входим в Великий Пост и спрашиваем друг у друга прощения, для того, чтобы очистить наше сердце от обид, от злобы, от раздражения по отношению к людям. Это очень важно, потому что в течение Великого Поста мы должны все внимание сосредоточить на нашей душе, на том, что происходит в ней. Не смотреть на других людей, не сравнивать себя с другими. Великий Пост – память о 40-дневном искушении Иисуса Христа в пустыне. По подобию 40 дней длится и пост. В списке запрещенных во время Поста продуктов – мясо, мясные полуфабрикаты и колбасы, молочные и кисломолочные продукты, включая сыр и масло. Под запретом также яйца с дубой и кондитерские изделия. Духовники рассказывают, что этот период – самый сложный из четырех христианских постов. И напоминают, для мирян гораздо важнее во время Поста вовсе не ограничение в еде, а молитва и покаяние. Вступая в поприще Великого Поста, вспомним напутствие пророческое. Доброходно дающего любит Бог и в радости посвящай Богу десятину. Великий Пост – это та самая десятина года, которую нам нужно отдать не самоугождению, не решению своих житейских вопросов и задач, а исправлению пред Господом, при уготовлении к Пасхе Христовой, чтобы оказаться ее достойным. Будем же стремиться, дорогие братья и сестры, посвятить это время в сорок святых великих дней самому главному, для чего мы пришли в этот мир, испытанию наших сил, в борьбе с грехом, который ожидает от нас Господь. Каждая неделя Великого Поста имеет свое название и символическое значение. Так, например, Первая Седмица называется торжеством православия. Она посвящена всем умершим последователям православной веры, а также тем, кто продолжает их дело сегодня и следует канонам религии. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». Итак, в некоторые дни поста можно употреблять в пищу рыбу и морепродукты. Кстати, продолжает свою работу выставка продажи икра и рыба камчатская. Рыба 35 видов и красная икра высочайшего качества и непревзойденного вкуса возле торгового центра «Круиз» до 23 марта включительно. От тунца до палтуса, от нерки до омуля. В прибрежных водах Камчатки местные рыбаки ведут промысел десятков видов тихоокеанской фауны. И к рязанскому столу доставляют самые свежие экземпляры, включая редкие для искушенного ценителя виды чавычу или белорыбицу. По телевизору видела рекламу и решила рыбку купить красное чавычу, филе хочу взять и икру. Очень вкусные, хорошие, свежайшие. Я советую всем купить. Я брала белорыбицу, палтус и чавычу. Красную икру гурманы ценят за неповторимый вкус, а диетологи за полезные свойства. Ведь в ней фолиевая кислота, йод, калий, железо и еще с десяток важных для жизни микроэлементов. Все они положительно влияют на работу головного мозга и нервной системы. Чтобы сохранить максимум ценных качеств, говорят, на Камчатке засаливают икру прямо на судне, сразу после добычи. Чавычу купила, белорыбицу купила, икру. Прошу, ребят, торгуйте быстро и вкусно. А что, брали, если не секрет, в прошлый раз? Икру, белорыбицу и красную рыбу, по-моему, двух видов. О пользе морепродуктов можно говорить долго. Рыба – настоящий концентрат витаминов В и Д, а также минералов. Познакомиться с дарами Тихого океана. Рязанцы могут до субботы включительно. Торговый центр «Круиз» рядом с центральным входом до 23 марта включительно. На этом все новости прошедшей недели. С вами была Марина Романюк. До свидания. Это свершилось! Камчатские деликатесы в Рязани. Сцены от производителя. Наша гарантия – это наше качество. С 18 по 23 марта у входа в ТЦ «Куиз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин